Хороший ресторан вообще во всем мире работает таким образом. С 12 до 2.30 и потом с 8.00, с 7.30 до 23-24 часов. Все. Более того, в субботу, в воскресенье шеф-повар и команда отдыхают. Ну, в субботу наводят там уже совсем идеальный порядок и восстанавливают то, что нужно. Ремонтные работы, если там где-то что-то повредилось. В воскресенье все прекрасно отдыхают. А в понедельник персонал отдыхает, а шеф-повар со своими су-шефами работает над блюдами. Потому что для того, чтобы создать блюдо, которое понравится всем, это трудно сделать на коленках в один день. Как правило, это очень долго. Иногда до полугода и до года работа в каком-то направлении. Потому что мы уже не раз в передачах говорили, что поймать два контрастирующих вкуса и сделать между ними баланс, чтобы это сработало, это талант. И талант не может сразу же так. Даже великий, условно говоря, исполнитель все равно должен очень много тренироваться и играть на фортепиано, на флейте, на скрипке для того, чтобы иметь возможность выступить перед требовательной аудиторией. И абсолютная аналогия с кулинарным искусством. Но принцип гастрономический А предельно простой. Первая ложка, которую вы съедаете, ну то есть в начале амьюзы, они просто настраивают ваши палеты в целом на распознавание различных вкусов, ароматов. То есть вы концентрируетесь, потому что вы получаете вкус, вы получаете долгое послевкусие, у вас возникает интерес, вам интересно, что там внутри. Поэтому именно поэтому вам официант либо до того, либо после рассказывает, что было, как правило, до того, просто для того, чтобы вы могли, закрыв глаза, прочувствовать все эти ингредиенты. Мы говорили, гастрономы это те, кто могут определить не только основной ингредиент, но еще 3-4-5 основных элементов или ингредиентов этого блюда. А после этого он, официант, если вы зададите вопрос еще, а вот это вот, что-то я вот это не почувствовал, он вам всегда объяснит, что это такое. Ну амьюзы вас настраивают. А дальше блюда основные идут таким образом. Первая ложка, она в принципе настраивает ваши палеты на распознание того, что на вашем блюде. А вторая ложка для того, чтобы получить удовольствие, насладиться вот этим сочетанием вкусов, над которым, собственно, шеф-повар и работал. А третьей и последующей ложки, мы там тоже уже говорили, это просто для того, чтобы уже наполнять себе желудок. Но это уже не обязательно. Совершенно верно. Так вот, а потом это мороженое, которое дали. Оно как бы должно было тинуть, видимо, одно от другого. Это не мороженое было, это было сорбе. Потому что мороженое, мороженое, это то, что называется айскрим, то есть в мороженом всегда присутствуют молочные продукты. А сорбе, это когда молочного продукта нет, когда просто замороженный сок, замороженная там пульпа какая-то и так далее. Это разделяет блюдо. Это сорбе, конечно. Разделяет вкус. Конечно, потому что вот, помните, мы как-то дегустировали сыры с вами, да, здесь в студии. Третий и четвертый сыр уже в принципе так загрубляют палеты, что вы ничего не чувствуете. То есть у вас такое разнообразие вкусов на ваших палетах, на языке, что вы не можете распознать детали именно для того, чтобы почистить ваш язык, почистить ваши палеты, используется сорбе. После этого уже идет соответствующее продолжение блюд. Особенно, если повар, как правило, как правило, если повар сделал что-то уникальное совершенно мясное или рыбное, перед этим он хочет от предыдущих блюд, чтобы вы очистили свои палеты и были готовы воспринять то, чему он посвятил, ну, там, полгода своей жизни. Работая над этим уникальными сочетаниями. Плюс вино. Вино то же самое. В тот момент, когда вы эту ложку положили себе в рот и начали ее разжевывать, когда все вкусы распространились по вашему языку, именно в этот момент нужно сделать глоток вина, для того, чтобы вот в этом нектаре этого вина, собственно говоря, эти продукты и показали тот уникальный суммарный вкус, о котором мы только что говорили, вот этой синергии гастрономической. А поэтому и бокалы. Бокал, в принципе, рассчитан на 2-3 глотка, не более того. Собственно говоря, этого достаточно для того, чтобы съесть соответствующее блюдо. Но я стараюсь отдаваться в руки Самерье, потому что если Самерье хорошо поработал с поваром и подобрал, то это просто уникальные совершенно вещи. Был у меня опыт, я был у одного потрясающего шеф-повара, которого, в общем, считают одним из лучших сейчас в мире, он действительно артист. Знаете, есть шеф-повара, которые бизнес делают, а есть те, которые созидают. Вот это вот созидатель, который складывает, ну, не складываемые, казалось бы, вещи, но он выстраивает их такой мостик, что удовольствие потрясающее. Действительно, вкус, ощущение, аромат, послевкусие, продолжительность послевкусия. Ну, это отдельная совершенно история. Но вот у него вина были плохо подобраны. И я понял, что настолько интересно он играет со вкусами, что уровень его таланта намного выше, чем уровень таланта его Самерье. Не могло. Более того, это не проблема даже не в Самерье, а в том, что нужно быть не просто экстраординарным, но нужно быть уникальным в Самерье, потому что некоторые вещи, вот он играл, в частности, с такой опасной ноткой, как копчёное, тонкие нотки, копчёного, острого и кислого. Это очень сложное сочетание, ошибка в любом из этих вкусов может просто уничтожить блюдо. Но ему это удалось. И под это, в конечном итоге, я говорю, слушай, ну вот все вина были неплохо, но ни одно из них идеально не ложилось. Он говорит, да, мы это знаем, потому что талант повара такой, что мы просто не можем подобрать необходимое вино, поэтому мы поступили таким образом. Мы сделали очень большую карту шампанского, потому что шампанское, в принципе, позволяет в более широком диапазоне сочетаться с теми продуктами и с теми талантливыми результатами, с которыми, в прямом смысле слова, этот человек работает. Но это оксте великолепно с точки зрения гастрономического меню. Обед тоже очень заслуживает внимания. Как правило, он делает таким образом. Он делает два статора, то есть два салата, две закуски, два основных блюда и два десерта. И вы выбираете либо два блюда, либо три блюда, выбирая между вот этим списком. И плюс у него есть так называемый chef suggestion, то есть предложение от шефа, которое он делает, оно предполагает еще небольшую дополнительную плату за каждое из этих блюд. Вы тоже можете заказать меню из трех блюд, но при этом там три-четыре блюда, как правило, одно-два основных блюда, как правило, один какой-то статор интересный, как правило, один-два десерта дополнительных, за которые чуть-чуть придется доплатить, потому что меню фиксированное. Чем хорошо во Франции, ты видишь, сколько это стоит сразу и сразу понимаешь, насколько твой кошелек может позволить себе. И при этом ты хочешь почувствовать это уникальное ощущение. Редактор субтитров А.Семкин